Привет, ребят! Сегодня я рад представить вашему вниманию ролик с 10 дурацкими советами. Исходя из названия, понятно, что это скорее шуточный ролик, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. И такие советы возникли из страхов, непонимания и поведения некоторых новичков, с которыми я как ютубер и стример постоянно сталкиваюсь. Поэтому, кроме того, что вы получите заряд позитива и хорошего настроения от просмотра данного ролика, я думаю, что вы, мои дорогие новички, и не только новички, поймете, как по сути делать в игре The Elder Scrolls Online не надо. То есть, другими словами, эти 10 дурацких советов это гайд, как поступать не надо и, соответственно, намек на то, как нужно делать правильно. Прежде чем мы приступим, я прошу вас подписываться на канал, если ролик вам понравился. Это делать нужно по двум причинам. Во-первых, на канале уже есть большое количество видео с полезными советами по игре Тесо. Во-вторых, вы поддержите меня и не пропустите новые ролики, которые выходят здесь регулярно. А также не забывайте ставить лайки или дизлайки и писать комментарии. Заранее всем спасибо, а мы начинаем. Первый дурацкий совет. Обязательно, регулярно забывайте тренировать свою лошадь. Ее и так 180 дней надо тренировать. 180 настоящих земных дней. Так это для слабаков. Пропускаем регулярно тренировки и увеличиваем данный срок на 360 дней. А следующий совет прямиком от создателя таких бестселлеров, как Я познал дзен, проживая в подворотнях Тамриэля и кризис эпохи потребления в Нирне от главного бомжа и бессребренника Тесо, который пожелал остаться инкогнито. Совет звучит так. Никогда и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь крафтовыми дейликами. Деньги развращают. Деньги это зло. Долой диктатуру халявного бабла. Ну вы поняли, никаких крафтовых дейликов. Но если вы все-таки решили стать злобным Тамриэльским капиталистом, эксплуататором и угнетателем, то ссылка на ролик в правом верхнем углу экрана. Третий дурацкий совет. Никогда и ни за что не проходите сюжет игры и локаций. Подумаешь, они интересны. Подумаешь, за них дают кучу опыта и очки навыков. В топку ваши сюжеты. Ишь, че удумали? Их ведь еще и читать надо. Четвертое. Отправляясь в данжи, помните золотое правило. Всегда неправильно выбирайте свою роль в данжи. И затем в подземелье не соответствуйте ей во что бы то ни стало. Особенно делайте так, если вы дамагер с нулевым ДПС. По крайней мере, сможете аргументированно и внятно объяснить, почему вы танк. Делаете морду топором и заявляете. У танка нет дамага. У меня тоже. Значит я танк. Л. Логика. Данным советом со мной поделился, если что на минуточку. Единственный обладатель ачивки, за 10 тысяч раз быть выпнутым из данжа за несоответствие роли. Пятый совет. Никогда даже под страхом смерти не вступайте в гильдии. Я сейчас если что не про гильдию магов или бойцов, а про те сообщества, которые создаются живыми игроками. Пофиг вам на то, что там всегда можно спросить, если что не понимаешь или не знаешь. Фиолетово вам, что там можно гораздо проще найти пати для совместного освоения контента. Да лампочки, что вы получите доступ к крафтовым зонам, если гильдия большая и старая. Короче, гильдии это для неудачников. Не повторяйте ошибок слабаков, не вступайте в 5 гильдий сразу. Нет. Шестой совет. Если вы все-таки тряпкой вступили в гильдию, то нойте изо всех сил, что вам никто не помогает. Что вас никто не любит, никто вас не хочет вводить в данж и бла-бла-бла. И так далее. И тому подобное. Главное помните, что своим вступлением вы однозначно осчастливили этих порой полтысячи несчастных. Сидели они такие и не знали чем заняться. И как вообще жить. И смысла в жизни не было. И тут, хобаце, нарисовались вы. Как говорится, хрен сотрешь. И все такие сразу, о, слава 9, явился ты наш, любимый новичок. И ради тебя мы отложим все свои дела и будем заниматься только тобой. Слышите, парни и девчонки, звучит голос клан Лида. Поход в Камрощу на сегодня отменяется. У нас есть работа. Помочь новичку убить босса в вылазке на Уридоне. Нет, а вы что не знали, что новичку все и всегда должны? Это же золотое правило. Что значит помогали и помогаете, когда можете? И что значит вам бывает некогда? Все дела отложили. Встали дружными рядами. Все бросили и пошли всем кланам колонной по трое впрягаться. А то вдруг он уйдет и опять смысл жизни будет потерян. Совет седьмой. Никогда. Слышите? НИ-КОГДА. Не смотрите гайды. Не спрашивайте стримеров. Не общайтесь с членами сообществ. Только боль и страдания. Только познание дзен через личный персональный ад, усыпанный доедрическими граблями. Именно так рождаются легенды. Восьмое. Несмотря на личные добровольные страдания из совета седьмого, в совете восьмом я настоятельно рекомендую бояться испортить свой билд и персонажа. Не слушайте никого, что запороть персов в ТСО невозможно. Что всегда можно переспекать и сделать из перса кого хочешь. Эти советчики просто хотят посмотреть на ваши боль и страдания, когда вы поймете, что последние два дня вы качали персы неправильно. Вот же ну бацан. Совет девятый. Никто не отменял золотого правила, что наглость и токсичность это второе счастье. Делайте себя счастливым как можно чаще. Постоянно грубите и хамите всем в чате, а заодно и в комментариях. Ведите себя так, как будто вам все должны и все обязаны. В конце концов вы же пупы интернета. Учите ютубера как делать ролики. Советуйте более опытным снять корону и требуйте прислушиваться к вашему очень важному опыту. Даже если опыта совсем нет. Короче, накидывайте свои продукты жизнедеятельности на вентилятор, даже если потом они, эти продукты, в вас же и обратно прилетают. И последний дурацкий совет за номером 10. Не помогайте никому. Все просто. Это вам помогали. Потому что были обязаны и должны. А вы никому и никогда не должны. Помогать плохо. Это проявление слабости. И вообще не барское дело. Вот такие смешные и не очень получились дурацкие советы по ТСО. Все ведь из жизни взято, ребята. Каждый из вас ведь наверняка совершал ошибки или боялся не по делу ошибиться. Или вел себя как-то неправильно по отношению к соратникам. А может кто-то и себя узнал частично или полностью. Что ж. Это уже хорошо, если вы вдруг задумались и поняли, что и сами не всегда поступали правильно. Но не стоит отчаиваться. На носу новый год. Самое время понять, как не надо делать и начать жизнь с чистого листа. Давайте делать мир лучше хоть немного. По мелочам. Ведь из малого рождается большое. Делал данный ролик для вас древний орк Александр. Еще известный как Бейсмейкер. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И зовите друзей, чтобы тоже подписывались. Всем удачи на просторах Тамриэля и в его окрестностях. Всем до скорой встречи. Всем пока.